Свою коллекцию Александр начал собирать еще в 90-х после смерти отца, известного художника советской эпохи. В мастерской Владимира Гремицких осталось много работ. Сейчас у Александра 1086 работ, 42 художников. Немногим меньше, чем у самого Третьякова, когда тот открывал известную теперь на весь мир Третьяковскую галерею. Собрать такое богатство было непросто. Когда началась перестройка, появились здесь всевозможные дилеры. Из Англии, из Франции, из Германии, из Америки, отовсюду. Тогда у нас доллар был чем-то фантастическим. Прочесали всю Россию. Например, в Харькове осталось, когда я приезжал в Харьков, осталось три работы. Случайно. Приехал в Тверь и не смог купить ничего. На выставке все работы, собранные Александром, конечно, не поместились. Коллекционер отобрал лишь любимые полотна. Вид на «Волгу» художника Радонежского тоже пример советской живописи. Но это единственная картина на выставке, которой Александру не принадлежит. Ее владелец начинающий коллекционер и супруга Александра Екатерина. Я увидела работы у моего отца. И фамилия там была Гремицких. Я залезла и увидела на сайте Александра Гремицких, сына вот этого художника. Ну, таким образом мы, в принципе, и познакомились. Он научил меня видеть картины вообще. И мне понравилось их еще не только увидеть и смотреть, но еще и покупать себе. На выставке работает только советских мастеров. По мнению ценителей живописи, искусство социалистического реализма сейчас забыто незаслуженно. Я провела его по выставочным залам города Владимира. Пыталась организовать выставку в Центре изобразительного искусства. Но там, знаете, как бывает, планы сверстанные. И когда мы пришли сюда, то оказалось, что здесь есть какой-то небольшой промежуточек времени. И как раз вот это было очень здорово, что руководство зала согласилось сделать эту выставку. Александр Гремицких намерен познакомить с работами советских живописцев всю страну. Выставки в других городах уже запланированы. Ну, а владимирцы смогут увидеть работу художников до 22 декабря. Валерия Саенко, Александр Мажаров, Шестой канал.